Сегодня в Алматы с рабочим визитом прибыл президент Казахстана. Касым Жумар Тукаев посетил селезащитную плотину Аюсай, которая расположена близ мегаполиса. Побывал глава государства и в одной из городских школ, где выделяют гранты на обучение для талантливых учеников из малообеспеченных семей. Аким города и члены правительства получили ряд поручений в ходе совещания. О том, как в ближайшее время будут решаться проблемы Алматы, расскажет Динара Нургалеева. Алматы – один из динамично развивающихся городов Казахстана. По прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет численность населения здесь составит около 3 миллионов человек. Ежедневно только на работу и учебу. Из сопредельных населенных пунктов сюда приезжает почти 500 тысяч наших граждан. Однако вопросы инфраструктуры, проблемы с экологией, медициной и образованием здесь копятся годами. Из-за недавнего пожара в многоэтажном жилом комплексе микрорайона Акент, где жильцы, спасаясь от языков пламени, выпрыгивали из окон, президент страны раскритиковал состояние пожарной безопасности города. Поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям провести масштабные учения в целях повышения осведомленности населения о действиях при возникновении пожаров. Акимату города поручено принять меры по улучшению материально-технической базы противопожарной службы. Без внимания Касымжемарта Тукаева не осталось недовольства жителей Медеусского района, которые остались в конце июля без воды из-за отключения причины, по которым коммунальным службам пришлось ограничивать подачу живительной влаги, вызванной силевыми выбросами и повышением мутности воды в реках. Навести порядок в водной сфере поручил глава государства. Также, по мнению президента Казахстана, для улучшения экологии в мегаполисе нужно создать инфраструктуру для электромобилей. В свою очередь, Аким города Ербулат Дусаев сказал, что в течение двух лет запланировал переход общественного транспорта на экостандарт. А вот министр просвещения в одной из местных городских школ поведал о планах на новый учебный год. 1 сентября зарплаты воспитателей увеличат на 30%. Миллион 400 детей, учащихся с 1 по 4 класс, будут питаться бесплатно. Откроются 52 новые школы. Стипендии студентов в колледже увеличат до 32 тысяч тенге. Улучшение социального положения населения и трудоустройства. Молодежи категории НЭТ ляжет на плечи Акимата, Алматы и правительства. Им поручено разработать специальную программу по сокращению безработицы. Местным властям глава государства поручил улучшить бизнес-климат. В прошлом году в госказну с Алматы направили более 4 триллионов тенге. Львиная часть налоговых поступлений обеспечивается за счет выплат малого и среднего бизнеса. Остро стал вопрос и о качестве медицинского обслуживания в мегаполисе. Президент страны поручил модернизировать изношенную инфраструктуру отрасли за счет средств ГЧП и Фонда социального медицинского страхования. Напомню, после визита главы государства, которая состоялась прошлой осенью, были определены основные направления развития города. Эта программа разработана до 2030 года.